Мы начинаем, собственно, вторую лекцию. Я рад вас приветствовать. Погружаемся в C++. Значит, концепция присваивания. Я в прошлый раз про нее говорил, о том, что присваивание в C++ это копирование. Помните, да? Да, еще один, кстати, технический момент. Стоимость моего времени как преподавателя достаточно высокая. Стоимость моего времени как уборщицы, она такая же. То есть я буду тратить время, чтобы вытирать доску. Вы можете, я совершенно не против и не понушаюсь, умею хорошо вытирать доску. Но вы можете мне помочь, поскольку уборщица не приходит у нас с каждого элемента вытирать доску. Если можно, пост, перед лекцией вытирайте, потому что у вас все, что предыдущее, точно не откладывается. А на переливе как это можно спросить? Надо ли вытирать доску? Если мы будем делать перерыв. Я надеюсь, что вот эти вот технические, всякие административные моменты когда-нибудь закончатся, и наконец мы сможем начинать вовремя. Я прошу у вас прощения за то, что это так происходит. Мы с вами задерживаемся на 10, а то и на 15 лет. Узнаёте прошлый год, да? Да. Надо сказать, что в этом году немножко поменялся программа первого года. Какую сторону? А? Какую сторону? В какую сторону? Конечно, по улучшению. Мы перенесли там, например, фруктоволи-сапрата в первый семестр, чтобы облегчить второй, он был слишком жёсткий. Там есть ещё всякие изменения, но это не так принципиально всё равно. А и мы придерживаем синтаксис питона, поменьше про него рассказываем, чтобы его перегрузить. Больше сделаем руками. Итак, поехали. Строгая статическая типизация в языке C++. Значит, исходники, которые я буду писать. Очень важна динамика их появления, поэтому ваше присутствие здесь, оно, конечно же, очень ценно. То есть вы видите, как это создаётся. Итоговые исходники я, конечно же, выложу. Для этого есть механизм выкладывания лекций в PDF. Я в прошлый раз не успел этим заняться, но я думаю, что это не настолько сложно, чтобы я совсем этого не сделал. Я буду это делать обязательно. И поскольку у нас есть те факультеты, которые не могут посещать лекции при всём желании, то я буду стараться делать оперативно. Оперативно это значит, что видеозапись появляется на следующий день, в среду, ну, наверное, ближе к вечеру, она перекодируется долго. Ну и примерно опять же так же, среда вечера, это появление исходники плюс комментарии. Конспект, я не гарантирую больше. Стопроцентное содержание, но какой-то конспект условный лекций. Итак, поехали. Строгая статическая типизация. Тут достаточно произнести только одно, что вот тип какой-то мы зафиксировали у переменной, вот этот тип и будет. Она не может поменять свой тип. И проверка типов происходит в момент компиляции программы. То есть, если у меня переменная целочисленная, то в неё невозможно отправить строчку. И провериться это не в момент, когда программа будет выполняться, а на компьютере разработчика, когда будет запущен процесс сборки, на этапе компиляции, компилятор увидит, что мы пытаемся осуществить операцию равно, как я уже говорил, равно это арифметическая операция с последствиями, с присваиванием памяти. Но, в общем, попытка её выполнения, она приводит к беде. Кстати, вот к тому, что присваивание есть арифметическая операция. Очень важное замечание. Бытовое практическое. Иногда люди допускают в Си следующую опечатку. И в Х равно ну. Этот Иф никогда не сработает. Во-вторых, этот Иф испортит вам Х. Почему? Потому что мы вставили сюда условные вычисления, вставили арифметическую операцию, присваивали. То есть это при её попытке вычисления, она будет вычислена, и ксу присвоится ноль, а результат будет равен правой части, то есть нулю. Ноль будет интерпретирован как ложь. Понятно? То есть я здесь совершенно неожиданные последствия будут вот этого недопечатывания одного равно. Есть такой совет, как быть. Он касается только языка Си. Вот такой. Писать ноль равно равно Х. В этом случае, если вы константу пишете слева, но если у вас константа с переменной сравнивается, в этом случае, если вы забудете одно равно, то компилятор скажет, нельзя присваивать в константу, и вы сразу поймете, что вы забыли ещё одно равно. Ну, мелочь, но надо за ней следить. В языке Си можно допустить такую оплошность. Как говорят, из Си плюс плюс можно выстрелить себе в ногу. Легко. Так. Представление целых чисел памяти компьютера и типы целых чисел языка Си плюс плюс. Значит, ну, поехали. Значит, начнём с представления целых чисел. Давайте здесь. Представление чисел памяти компьютера. Целых чисел. Существует три способа хранить отрицательные целые числа в памяти компьютера. Первый, так называемый, прямой код. Что имеется в виду? Ну, допустим, у меня есть байт. Сейчас давайте 1 байт его рассмотрим. И я беру и первый бит в этом байте делаю знаковым. Пусть первый бит будет у меня знаковым. А всё остальное будет модуль числа. Давайте сделаем так. Чтобы число положительное совпадало с числом беззнаковым, Слушайтесь. Число беззнаковое не может быть отрицателем. И в байте поместится сколько чисел без знаков? 256. От 0 до 255. Это понятно? В двоичной системе числения. Все нолики это 0, все единички 255. Строго по двоичной системе числения. Это у вас и вторая или третья лекция про систему числения. Третья. Про систему числения. Помните? Двоичную нолуку. Так вот. Есть такой вариант. Что нолик это будет плюс, а единичка минус. Можно наоборот. Но если я сделаю единичкой минус, То тогда у меня отрицательное число, Отрицательное число, если нолик будет минусом, Оно будет интерпретировано как положительное, Если я его буду воспринимать как беззнаковый. Правда? Нехорошо. А если я сделаю, что нолик это плюс, То тогда у меня числа положительные, Будучи интерпретированы как беззнаковый, Будут равны сами себе. Понятно? То есть если я не обращаю на него внимания, То все равно воспринимать так же. Короче, нолик это плюс, Единичка это минус будет у нас. Вот так с нами. Значит, ну и какое-нибудь конкретное число. Давайте число 18. Ну или давайте 19. 19 будет записываться следующим образом. Одна шестнадцатка, двойка единичка. Да? Ну и знак минус, например. То есть единичку сюда втикаем. Это у меня минус, сколько я сказал? 19. Минус 9. Так. А что будет, если я возьму и сложу такие числа? Минус 19 плюс 19. Мне нужно реально учитывать этот знак, То есть логику процессора делать так, Чтобы этот знак учитывался, Что вместо сложения нужно делать отрицание. Ну, вместо сложения вычитание. Да? А знак, соответственно, там вычислять, Какое получится, какое большее из этих чисел. Существует обратный код. Обратный код позволяет очень легко осуществлять инверсию. Число. Отрицательное число из числа получилось. Инверсия бит будет являться переходом к отрицательному числу. Дело в том, что у прямого кода есть еще одна проблема. У нас два варианта записать 0. Минус 0 и 0. И плюс 0. Да, то есть у меня и единичка, и все нолики, и нолики, и все нолики. Это одно и то же число. Два варианта записи 0 возникает. В обратном коде, В обратном коде у нас дублирование минус 0 и 0 не исчезает. Но, тем не менее, первый бит по-прежнему у нас является знаковым. А вот эти вот модуль числа будем просто инвертировать. То есть, соответственно, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ну, казалось бы, вообще бред. Зачем нужен обратный код, если на нем читать, человеку читать число очень сложно. Во-первых, это не для человека, а для компьютера. То есть, это то же самое число минус 19. Значит, оно инвертировано от плюс 19. Понятно? То есть, если я все биты, включая знаковый, переверну нолики на единички и на нолики. Нег называется это ассемблерная инструкция. Или, короче, битовое отрицание. В этом случае у меня получится как раз 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. То есть, шестнадцатка, двойка, единичка, то и 9. Но мысль пошла дальше. Использовать так называемый дополнительный код. Дополнительный код. В чем его преимущество? Дополнительный код – это обратный код, к которому прибавлена единичка. То есть у меня и белый бит по-прежнему является знаком. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. А теперь смотрите, в чем профит. В чем профит. Это у меня число минус 19. По-прежнему это минус 19. А давайте сейчас возьмем и попробуем в 8-битном процессоре, ну или просто в 8-битном регистре, сложить два числа. Ну, например, минус 19 и какое-нибудь число, которое мы знаем, как записывается легко. Какое число мы знаем, как легко записывается? 31, например. 31 это у нас 5 единичек, правильно? 32 это единичка с 5 нулями, 31 это единичек. Да, давайте. Значит, 31 плюс минус 19. Но я это буду делать в однобайчном процессоре, в однобайчном регистре. 31 у меня как записывается? Как? Ну, 3 нуля, 0, 0, 0 и 5 единичек. Правильно? Правильно. Так. Так, минус 19 записывается вот так. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Вы молчите, потому что непонятно или все очевидно? Понятно. Нормальная скорость ускорится? Нормально. Значит, еще раз. Складываем эти два числа, забыв про то, что второй из них является знаковым. Как будто бы они беззнаковые. То есть, короче говоря, используем ту же самую логику сложения, как и для беззнаковых. Не будем делать отдельный, это называется, сумматор. То есть, та часть процессора, которая вовремя там есть, арифметикологическое устройство, я вам рассказывал в том году. В нем есть, соответственно, сумматор и мультипликатор. Так вот, мы будем использовать тот же самый сумматор. Мы поэкономим на триггерах. Не будем слишком много транзисторов зашивать. Так вот, что получается? 1 плюс 1, так, нолик, точка, пошла сюда. 1 плюс 0 плюс точка, нолик, точка, пошла сюда. 1 плюс 1 плюс 1, единичка, точка, сюда. 1 плюс 1 плюс 1, единичка, точка, пошла сюда. 1 плюс 1, это нолик, и точка, пошла сюда. Единичка плюс единичка, нолик, точка, пошла. Нолик, точка, пошла. Нолик, точка, пошла. А идти-то ей дальше некуда. у нас переполнение, потому что у нас один байт был. Понимаете? То есть фишка в том, что когда мы делаем инверсию, то у нас, если было много байтов в регистрах, то там все байты в единичке выставлены. Включая старший бит, который можно интерфлексировать как знак. Но, когда мы пытаемся складывать, например, два числа отрицательных, то улетает переполнение и никуда. И вот это оставшееся число, если интерпретировать, оно чем будет равным? Это 4 плюс 8. Это 12. А теперь сравниваем. 31 минус 19 это сколько? 31 минус 20 плюс 1. Понятно? 12. Короче говоря, дополнительный код хорош тем, что операции сложения и вычитания осуществляются на той же на том же архипетикологическом устройстве, как и для беззнаков. То есть нам не надо вникать знаков до любеззнаков, какая-то работа там на архипетику. Для чего вам это знать? Честно, может быть, и не надо, а может быть, в жизни крайне может пригодиться. Знать, как устроены целые числа внутри памяти компьютера. Вот если будете их рассматривать внутри, по битову, там, ну, брать от большого числа, как вы говорите, восьми байково брать и кусками дрится. К внутреннему представлению чисел относится также вопрос о тупо-конечности и остро-конечности. Я рассказывал в прошлом году или нет? Нет. Нет, рассказывал. Есть два варианта хранения чисел. То есть в данном случае прямой и обратный код никто не использует. В учебных целях только чтобы объяснить, почему дополнительный код хорош, а он используется повсеместно. В архитектуре процессора. А есть еще одна штука, так называемая тупо-конечная и остро-конечная числа. Это всего лишь система хранения. Представьте себе, что ваше число, которое я запишу сейчас, ну, давайте я запишу четырехбайтное число. Специально, спешно. Так? Ну, я его на доске как запишу? Ну, что у меня вот здесь вот, я сейчас не буду много ноликов, единичек долбить. Я вот тут вот просто вот разобью поеду напополам. Нолики, 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 нолики. Ну, тут у меня одна единичка, тут нолики, нолики, субь, единичка. Ну, тут как объединить. А, давайте разные простаним. Давайте здесь будет у меня ноль, все нули. Здесь один, здесь один ноль, а здесь один один. То есть ноль, один, два, три. Третий, это у меня сейчас самый младший. Удобно будет? Ну, я думаю удобно. Понятно? Я просто так пронумеровал их слева направо. Старшие, третий младший. Вопрос, а как это будет храниться в памяти компьютеров? Вот у меня байты. Раз байты, два байты, три байты, четыре байты. Вот у меня адрес х. Вот у меня есть его местоположение. Вот в первом байте хранится кто? Младшие биты или старшие биты? Я боюсь сейчас наврать, но я по-моему скажу правду. В тупо конечных там старшие биты хранятся в начале. То есть вот здесь вот старшие, а тут младшие. Понятна логика? Это в тупо старшие, а здесь младшие. То есть если я буду читать слева направо сверху вниз, то тупо конечные числа будут выглядеть логично. Правда? Если при этом я подразумеваю, что адресация байтов у нас идет вот так вот. Надо сказать, что здесь русская и американская литература отличаются. В русской литературе про архитектуру компьютеров сверху вниз адресация. А в английской наоборот. Там в памяти адреса растут снизу вверх. Я очень удивился, как я увидел, что стек не в ту сторону у них растут. Что за бред? Другие компьютеры что-то. А в остроконечном, когда у нас вот так вот адресация идет, в нем у нас получается наоборот. То есть у меня вот начало икса, адрес икса указывает вот сюда. Первый байт вот он. И в первом байте хранятся младшие разряды. А в старшем, в последнем бите хранятся старшие. Вот пока не нарвешься на вот эту проблему, кажется, что ее не существует. В чем польза? Польза в том, что если мы по ошибке вдруг длинное целое число 4-байтовое интерпретируем как 2-байтовое, в этом случае мы будем адекватно воспринимать его целую часть. Хотя бы для некоторых чисел, для маленьких, для тех, которые фактически помещаются в 2 байта, мы будем правильно интерпретировать его значения. А уж если число большое, то его старшие биты, мы просто до них не доберемся, мы их не интерпретируем. Вот. А в случае с тупоконечными, там у нас возникает проблема, то что мы старшие биты будем интерпретировать как недостаточно старшие. То есть мы как бы последние нули потеряем. То есть тут мы теряем, если мы забудем про часть байтов, будем терять старшие биты, старшие разряды, но младшие хотя бы стоят на своих местах. То там, если мы ложно интерпретируем... В общем, так выбрала фирма Intel в свое время в архитектуре компьютеров. И так это в компьютерах Intel. Там остроконечные целые числа хранятся. При передаче по сети тупоконечные. Так. Ну а там дальше в разную. Возвращаемся ко мне. Числа с плавающей точкой. Сейчас я вам расскажу о их хранении и перечислю типы и чисел с плавающей точкой и типы целых чисел. Итак, хранение чисел с плавающей точкой. Это еще более смешной вопрос. Они очень нам нужны. Конечно, можно пользоваться числами с фиксированной точкой, но у них есть вычислительная проблема. При умножении у нас резко и при делении, особенно умножение, у нас резко падает точность. То есть числа, они просто и диапазон очень маленький. Но зато строго мы знаем, до какого знака после запятой мы считаем. Какова мелкость разгреения числа с фиксированной точкой. Что это числа с фиксированной точкой? Ну я скажу, что допустим у меня... Сейчас, не суть важно. Да, вот по этому делаю. Я возьму какой-нибудь один байт, например, да? И скажу, вот 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Возьму и поставлю вот тут точку. Скажу, первые 4 бита это целая часть, а это дробная часть двоичной дроби. Ну двоичная дробь это что? Если это единицы, двоики, четверки, восьмерки и так далее, то это половинки, четвертинки, восьмушки, шестнадцатки и так далее. Да, ну 2 в соответствующий минус 1, минус 2 и так далее. И любая дробь, она может быть представлена как бесконечная двоичная дробь, так же как любое иррациональное число, как десятичное бесконечное дробь может быть представлено. Некоторые десятичные дроби, некоторые, могут быть представлены как конечные двоичные дроби, но не все. Вот как 1, 3 не может быть записано бесконечно в десятичном виде, так, например, 1, 5, то есть 0, 2 в десятичной, 1, 5, не может быть в двоичной системе исчисления представлена конечной дробью. Бесконечная периодическая дробь. Но сейчас не суть, мы все равно приближенно работаем. То есть у нас 4 двоичных знака после запятой. Это фиксированная точка. Для этого не нужно создавать отдельный тип, мы просто при интерпретации результата, при распечатке результата, ну и при умножении тоже, при сложении и вычитании тоже никаких модификаций, то есть работаем как целое число и с ним работаем. А то, что это дробное, ну когда вот вычисляем умножение и деление, тогда нужно будет делать поправше. Вот. А числа с плавающей точкой позволяют нам пользоваться большим диапазоном чисел. Что это такое? Давайте я вам покажу, чем рисовать, мне проще будет вам показать. Я запишу на доске, стандарт называется IEEE 754. Вот это главное, что вы должны знать и уметь нагуглить. А теперь смотрите, как это дело выглядит. Видно? Видно, да? Да. Видите? А там можно поворачивать. Не обязательно возьмем что-то. 754. 2008. 2008 это год модификации. Описывает формат представления чисел с плавающей точкой. Он используется в компиляторах или где угодно. У него там с 85 года есть модификации. Сейчас найдем. Значит, он описывает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 разных форматов чисел. Статья на английском получше, там еще какие-то дополнительные вещи. Мы сейчас с вами посмотрим на числа с одинарной точностью. Страница отсутствует. Ну давайте ее найдем. Сингл. А, вот число одинарной точностью. Зато вот так он называется. Итак, в нем у нас есть знаковый вид. Знаковый вид. Глобальный плюс или минус. Дальше. Порядок и Матисса. Матисса является двоичной дробной частью. Потому что у любого числа, кроме нуля, у него будет его научное представление начинаться с единички. Ну, когда была бы десятичная система исчисления, то у нас могло бы число начинаться с любой неналевой цифры. А в двоичной системе исчисления только 0 и 1. Поэтому любое число будет начинаться с единички. Поэтому первую единичку не записывают. Порядок – это показатель степени. Ну, с некоторой магией. К этому порядку, точнее, от этого порядка нужно вычесть число и это будет степень. То есть здесь его, чтобы не делать, чтобы порядок, степень, магнадус и отрицательный, есть так называемый сдвиг. Вот, соответственно, для числа одинарной точности, которая записывается в 32 битах, то есть в 4 байтах, в нем у нас для порядка используется 8 бит. Смещение порядка 127 десятичной системы исчисления. То есть вот этот порядок, который вот тут вот написан, это минус 3. Понятно? Это степень минус 3. 2 в степени минус 3. Ясно? Вот это же 2 в степени минус 3. То есть число у нас записывается как? Число равно знак умножить на мантису, на, прошу прощения, да, на мантису. 1 точка мантисса, и с учетом, что это в двоичной системе исчисления, умножить на 2 в степени показатель, который вычисляет следующим образом, давайте я так пишу, 2 в степени экспонента, там написано порядок. Порядок. Порядок за вычетом смещения. Оно для разных типов, оно разное. Очевидно, что он делается так, чтобы положительную сторону было на етничку больше, чем в отрицательном. Поэтому здесь не совсем то же самое, как для чисел целых дополнительных. Здесь именно число за вычетом, но почти то же самое, на етничку отличается. Ну и есть некоторое количество зарезервированных чисел одинарной точности. Ну и двойной тоже. Значит, во-первых, зарезервированным является число... Вот здесь принята запись шестнадцатиричная. Она вас не смущает? Помните ее с того симметра? Так, каждая шестнадцатиричная цифра соответствует четырем двоичкам. Соответственно, у нас все байты нули, все байты нули, это ноль. Это очень удобно. Это ноль. Да? Дальше. Ну, есть, правда, и минус ноль. Да? Есть вот восемь и все остальные нули. То есть, когда у нас старшая единичка, а все остальное ноль, это тоже ноль. Но есть отдельно число минус ноль. Для вещественных вычислений оно, в принципе, бывает ценным. Если мы поделим на минус ноль, то мы получим минус бесконечности. Ну и, собственно, как видите, есть вот эти вот 7F8.0. 7F8.0. Что это означает? Здесь у нас в старшем байте самый старший бит ноль. То есть, знак плюс. В порядке все биты единички, а все остальные байты, они во всех остальных байтах в Матиссе, там нолики. Специально зарезервированное число, которое означает плюс бесконечно. Бесконечности. То есть, если в порядке. Где мы? А, я тут не писал. А, я вот так не писал. В остроконечных купол. Не буду сейчас переписывать. В 16-ричной записи компактно всю записывать. А, вспомню. Вот здесь вот можно показать. Вот если вот здесь вот все единички, а все остальное в числе нули, то это плюс бесконечности. Просто специально так выбрано. Оно не вычисляется по вот этой формуле, которая была на доске. Оно просто все единички, значит, плюс бесконечности. Если при этом знак минус, то минус бесконечности. Ну, и есть еще такое число. Я его, правда, здесь не вижу. Not a number. В числах двоечной точности оно описано. В числах двоечной точности Not a number. То есть, иногда бывает результатом вычислений не является числом. То есть, при применении операции невозможно получить число. Ну, например, если вы вещественных числах с ровной сплавающей точкой пытаетесь вычислить корень результатом, а функция не подразумевает возврата ошибки, нужно вернуть число. То она вам говорит, что Not a number, то есть, функция не определена в данном случае. Not a number. Специальное число с плавающей точкой. У него, кроме первой бит нолик, а все остальные биты единички включаем антисун. Кроме чисел половинной, одинарной и двойной точности есть еще числа четверичной в квадрату. Четырехкратная точность и восьмикратная точность. Соответственно, в них количество бит глава общая. Сейчас, секунду. Где у нас количество? А, 256-битное число. 256-битное число. Сколько получается байт? На 8. А, 16 байт. 32 байт? Угу. Это у нас восьмая минус третья. Пятое. 32-байтное число. Ну, я, правда, такие в реальных вычислениях не видел, а вот за двойную частенько так вот хочется вывести. И надо сказать, что числа четырехкратной точности в старом C++ отсутствовали. И специальные библиотеки, в которых я знаю, что эти реализованы, а вот насчет 256 я вам даже не скажу. То есть, но они могут часто процессором не поддерживаться в режиме эмуляции. Я их вычисляю как битон. Ладно. Возвращаемся к следующему. Значит, я вам озвучил сейчас и тем, как числа с плавающей точкой хранятся в памяти компьютера. А теперь числа Типы чисел с плавающей точкой в C++. Так, картиночка. Ну, вот такая вот картиночка. Значит, здесь картинка для языка, для языка C. Ну, не принципиально в данном случае. Число одинарной точности – это плод. Число двойной точности – это дабл. Число четверичной точности… Да, long double не является стандартным. То есть, если вы хотите его удлинить, используете тип long double – это не стандартный тип. Четверичная точность. Long 128 с двумя подчеркиваниями. Такие типы есть и, соответственно, 64. То есть, double single тоже можно по-новому вот так вот определять. Я сейчас, кстати, не скажу, как со временом стандарт есть ли упрощение для них или нет. Ладно, пока сейчас не принципиально. Так, явное-неявное преобразование типов. Значит… Явное преобразование типов. С ним очень много бывает проблем. Давайте для начала явное преобразование типов. Явное преобразование типов. В этом случае вы явным образом хотите, чтобы число стало другим. Ну, например, когда у вас есть некоторое число x, и вы хотите сделать следующее. И при этом у вас есть два числа целых. int, например, a равно 2, b равно 5. Ну, чему-то они там равны. И вы хотите написать x равно a, давайте, b разделить на a. b разделить на a. В этом случае из x, c плюс-плюс, так же, как и из x, сделать не совсем желательные для вас вещи. Я в прошлый раз, кажется, упоминал. Он посмотрит на типы операндов. И скажет, так, отлично. Значит, вот эту операцию мне нужно выполнять в целых числах. Осуществить целочисленное деление с отбрасыванием остатка. 5 вторых – это 2. Ровно. А вы-то хотите double результат. В этом случае вам необходимо явным преобразованием типов сказать, а я хочу, чтобы это был double. Причем это нужно сделать до того, как произойдет деление. Не с результатом, а с операндом. Поэтому вы говорите, я хочу, чтобы ты был double, это b, разделить на double a. Вот я два явных примерения типа в варианте плюсовом. Так же, как в питоне. Правда? Очень похоже. Только там мы писали float, и float всегда был double. Но в питоне одинарной точности она по умолчанию не использовалась. Так. С этим ясно, да? Это явное. Неявное преобразование типов произойдет, если просто x равно b, то он автоматически пригонит вот этот тип вот это. Понятно? То есть он посмотрит. А, мы int пытаемся присвоить в double. Как я могу это сделать? Как я догадаюсь это сделать? Он говорит, я умею делать целых чисел, числа с плавающей точкой. Сделает это и вычислит. Понятно? И очень присвоит. Неявное преобразование типов позволяет гибче писать. Но оно же вызывает некоторые проблемы. Иногда возникает, ну вот, x равно b разделить на a, если бы язык был с не просто строгой типизацией, а как это называется при выполнении еще, без преобразования типов неявного, со строгим преобразованием типов, то он бы возмутился и сказал, нельзя, у вас результат целый, вы пытаетесь присвоить drop. Давайте-ка я вам скажите, что вы хотите результат преобразования drop. Ну вот это вызывает некоторые проблемы. Так, дальше. Как делать понятно? Не всякий тип автоматически можно привести к другому. Ну вот, например, если у вас есть std-string, да, вот у вас есть std-string, это строка, про них еще будет отдельно, но я просто стоп-сот вам скажу. std-string s. Так вот, я не могу сказать s равно x. Ни неявно, ни явным образом. Я не могу это сделать, потому что у меня, ну, не работает. Нет такого преобразования типов стандартного. Понимаете? Не получится. И слава богу. Есть отдельный способ определать, как тоже позже. Так, логический тип. А, я вам не перечислил типы целых чисел, а обещал. Так, типы целых чисел в языке си. Плюс-плюс, так же, как и в си. Типы целых чисел. Из-за того, что язык си-плюс-плюс тянет на следие языка си и почти обратно совместим с ним, система типов целых чисел довольно запутанная. Есть такой тип, как чат. Это вроде бы символ, но на самом деле это код символов. Код символов. То есть, это целое число, но при попытке вывести на экран он будет выводить символ. Понятно, да? Дальше. Соответственно, есть тип int. Так, сейчас и... И, по-моему, все среди стандартных целых. Но теперь дальше начинается всякая пляска. Смотри. Есть приставки. Вот, например, по умолчанию чар – это один байт. Считается. В это можно верить. Но поскольку язык си является архитектурно ориентированным, то есть, короче, он заточен под тот процессор, на котором выполняется, то вы не можете быть уверены, что чар – это один байт. Представляете? Не может. В отличие от стандартных типов, вот, кстати, float и double, там как раз и вы можете верить, потому что это прописано в стандартах. А вот какого размера int – это вообще жесть. Сколько байт? Неизвестно. То есть, короче, какие числа мы можем там хранить, начиная в каком диапазоне? От минус сколько до плюс сколько? Не знаю. Если это 16-битный процессор, ну, древний такой, 186, 286, были такие компьютеры, да, IBM. В них это будет 2 байта. Если от 32-битных компьютеров – 4 байта. А если 64-битных? От компилятора зависит, скорее всего, 4 байта. Но гарантировать нельзя. Короче, вот с int большие проблемы с тем, сколько же байт у него внутри лежит. И тем не менее, мы можем, скорее всего, верить, что int – это 4 байта. Так вот, в любом случае, и к тому, и к тому типу, мы можем сказать signed или unsigned. По умолчанию int является знаковым, signed, а чар, слушайте, а я даже не помню, чар, по-моему, unsigned по умолчанию. Соответственно, если мы не дописываем, то у нас будет int, соответственно, знаковым, а чар, по-моему, без знаковым. Но если мы хотим точно определиться, какой из них я делаю, то либо я пишу знаковый int и точно знаковый, беззнаковый int. И такая переменная, которую я описываю, она будет, соответственно, знаковым. Понятно? Либо приставку выбираем, либо можно ее написать. Вариант номер 2. Мы можем добавить приставку long и short. Long int. Это приставка к типу, к стандартному. То есть, вместе два слова составляют имя типа. Long int. Это больше, чем int. Или нет? Как вы считаете? Нет. Вот чаще всего, вот я так скажу, что size of, есть такая приставка стандартная, которая типом применяется. Size of int. Она примерно 4 байт. Или 2, или 4, но вряд ли 8. Long int. Если я его, size of, посмотрю, это тоже, а нет, прошу прощения, это обычно все-таки 4 байта, но гарантированно. А теперь еще больше, еще круче. Дальше еще круче, еще выше. Long int. Вот это, вот это 8. А теперь представьте себе, к этому делу, если я хочу числа еще больше, и мне не нужна знаковость. То есть, я этот бит знаков хочу использовать для последней, старшей единички двоечного числа. Unsigned. Unsigned, long, long int. И эти все 4 слова будут представлять из себя одно имя типа. То есть, это все, это имя типа. Можно вопрос, если у нас int, int это примерно 4, то long int нужен, чтобы гарантировать их, или? Как я вам могу сказать, чтобы гарантировать? Чтобы гарантировать, лучше использовать другую систему типов. Сейчас я вам их напишу. Значит, вот они вот так вот называются. Значит, int 8t это x8. Это восьми вид недостоверно. Значит, вот давайте я заведу этот. А мы сейчас давайте померим прям. Вот посмотрим. int. Это у меня будет i. Значит, дальше введем. А, short. Я вам сказал short. Я вам сказал про short? Нет. Устно сказал, но не написал. А то, что устно сказал, не считается. short, int. И есть, по-моему, еще small. Я сейчас проверю и посмотрим заодно его размер. Small int. В общем. В общем, вот эти все под вопросом. Сейчас это проверим и я смогу убрать. Почему такие маленькие? А? 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 Сейчас, сейчас. Не смогу. Неужели short int? Неужели short int? sse. Ну, давайте посмотрим, как сработает или нет. Да? Дальше. Long int. Li. Long int. Long int. Level int. Да? Так. Отлично. И вот это вот. Вот это вот. Unsigned long int. Uli. Uli. Назовем переменную. А эти гарантированных размеров. int. 8t. int. 16t. Соответственно, x16. Да? int. 32t. Очень короткая и понятная запись. Это современная. 64t. Это самый большой. Интересно, кстати, по умолчанию. Все-таки, может быть, не самый большой. Может, сейчас уже есть. И 128. Нет. Видите? В стандарт не входит. Ну, по крайней мере, вот сейчас. Подблокс. Современный. Он уже не пушит. Говорят, что не знает. Так. Но он есть, на самом деле. Так. И давайте теперь seout. Соответственно, std seout. sizeof. Кого? I. И поехали. Сейчас мы это дело размножим. А, да. И n был куда же. Поехали. Значит, кого мы еще? Long int выводим. Выводим. Так. Long, long int. Short int. Short int. Short, short int. Давайте этот. А, я забыл. Улли вывести. Unsight, long, long int. Улли. Так. Sizeof теперь кого? x8. Ну, тут будет все предсказуемо. Как раз все будет предсказуемо. 16, 32, 64. Все, поехали. Давайте запустимся. В short, short int нельзя. Но я подозревал, что такое будет. К сожалению его нельзя. А вот long, long. Кто догадается, почему? Что-то нельзя. Long, long, long. Так. And run. Уже запустил? Нет. А, вот. Итак. 4 байта int. 4 байта long int, как я и обещал. 8 байт long, long int. Улли. Так же, как и беззнаковые. Знаковые. Абсолютно. Да. Дальше. Short int. 2 байта. А здесь, видите, строга 1, 2, 4, 8. Ну, в общем, я вам крайне рекомендую. Не пользуйтесь этим стандартным intом, кроме учебных задач. Или, скажем так, intом еще можно пользоваться там, где вы уверены два размера, потому что это, ну, 4 байта можно, наверное, в диклее, вряд ли два, хотя нельзя предсказать архитектуру, на которую я буду запускать. Но лучше пользоваться вот этими вот современными стандартными типами, хотя я буду продолжать для картости во всех примерах писать int x, int i и так далее. Вот. Ну, и есть, кстати, беззнаковые u int. Сейчас проверим, чтобы я показал. Вот, u int. То есть, дописывание буковки u, соответственно, делает его беззнаковым. Беззнаковые типы находятся в преимуществе перед знаковыми. И если преобразование типов должно выбрать, к какому числу привести, то оно выглядит беззнаковым. Вот. К вопросу о неявном приведении типов. Неявном. Если вы сравниваете минус 1 и говорите, минус 1 больше, чем, ну, и какой-нибудь размер массива, там, константа, которая является беззнаковой. Как вы думаете, это больше или меньше? Это правда или лучше? Ну, лошадь, правда? Минус 1 не больше, чем 50. А теперь давайте рассуждать с точки зрения компилятора из АКСИ. Без плюс. Это кто? Это signed int. А? А это unsigned. А, то есть, там будет вообще… В знаковые числа помещается больше, чем в беззнаковые. Больше – это арифметическая операция. Ну, арифметикологическая, но какая разница? Она все равно будет рассуждать по тем же правилам. Говорит, к какому типу я должен привести? К беззнаковому. Что я должен? Значит, sign привести как sign, да? Как выглядит минус единичка в памяти компьютера? Как она представляется в памяти компьютера? Да? Как f, 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 f. Сколько бы байтах ни было… Ну, давайте 4 байтами нарисуем, да? С точки зрения… С точки зрения… А теперь интерпретируйте ее как беззнаковое число. Что это такое? Как беззнаковое. Это максимально возможное положительное число. Понимаете? У которого все биты единички. Ясно? Поэтому получается, что минус единичка интерпретированная как беззнаковое – это максимально возможное положительное число. Вот поэтому… Ну, конечно, минус один больше, чем 50. Понимаете? То есть, если мы сравниваем знаковое и беззнаковое… Никогда этого не делать. В арифметических операциях всегда либо уж у вас будет знаковое будут все, либо уж беззнаковое. Понятно? Не надо сравнить минус один с размером массива. Окажется, что минус один больше. Неожиданно. Так. Поехали дальше. Логические операции. Ну, простая табличка. Логические операции. В следующий раз я буду рассказывать еще про битовые. Логические операции. Значит, логические операции какие у нас главные? Не и или. Правильно? Ну, все остальные не очень-то нужны. Значит, не в классическом си записывается следующим образом. Не. Ну, а дальше какое-то высказывание. Ну, какое? Давайте я, чтобы не писать какое-то там х равно-равно 2. Да, я давайте напишу просто некоторое а или флаг. Давайте а. Вот не а. А, альберсант, 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 б. Или а, вертикальная черта, вертикальная черта, б. Но, поскольку был стандарт ISO 646, международный стандарт ISO 646 о наименовании логических операций в языках программирования, которые требуют того, чтобы был NOT, AND и OR, то это дело работает. Значит, соответственно, мы можем в большинстве программ, вы встретите это еще по старинке. Вот. Но в реальности вам можно писать... Сейчас точку это сохранить надо. Так. И. Как я делал? Ctrl-Shift-S. C. Файл. 20. В. Ок. И. Что мы делаем? С вами. Ну, какие-нибудь высказывания. Сейчас делаю булл. Логический тип называется булл. Соответственно, булл а, б. Я положу в них сейчас правду и ложь. А равно false. В отличие от питона пишется с маленькой буквы. Б равно true. Так. Ну и теперь я выведу. СТД. СЯУ. А. Ну давайте. НОД А. НОД А. Так. И. Соответственно. А. НБ. А. ОР. Д. Так. Ну и посмотрим на результат. Запускаемся. Так. Один. НОЛЬ. Один. Один. Ну, как видите, он не false true пишет, а арифметические представления печатают на экран. Ну, можно его на самом деле сяут можно настроить так, чтобы он логические значения печатали. Не как в алгебре логики, а прям false true как питон расписывал. Но не обязательно. Значит. Что мы видим? Что в современном C++ можно без всяких лишних приседаний. В чистом C, если вам понадобится, там тоже это можно только в библиотечку ISO 646.h подключить и все заработает n form. Пользуйтесь ими по жизни. Намного более читабельно. Так. Теперь. Дальше. Битовые операции в C++. Ребята, вы попали в удивительный мир. Оказывается. Помните, я вам рассказывал в питоне обмен переменных значений. Из Y равно n. И я вам рассказывал, что на самом деле, хотя некоторые думают, что это обмен двух переменных без третьих. Что это обмен через две дополнительные переменные. Помните? А можно ли все-таки обойтись без третьих переменных? Ну, можно, да. Есть вот это вот приседание, что мы можем сказать, что там X плюс… X равно X плюс Y. Y равно X минус Y. X равно X минус Y. Но там есть проблемка в том, что на первом этапе может произойти переполнение. Ну, числа-то у нас, неважно, знаковые или безнаковые, но есть верхний лимит. И при сложении может произойти переполнение числа. Да? И все. И мы попадаем никуда. Ничего хорошего. Оказывается, есть битовые операции, которые позволят нам сейчас это дело реализовать реально без третьих переменных. Битовые операции. Итак, какие битовые операции есть? Значит, первое – это отрицание бит. Ну, или, лучше так, инверсия бит. Инверсия – это то же, что логическое отрицание, но оно действует не с булом, а с целым числом. Много битовым. И делает оно следующее с числом. А, записывает. Вначале записывается. Вот так записывается. Инверсия X. X – это не булл. Это int. Int или любой другой целочисленный х. Что оно делает? Оно заменяет нолики на единички. Ну, давайте, вот, шесть. Нет, шесть бит как-то. Ну, давайте, четыре бита уж тогда. Оно заменит на ноль, ноль, один, ноль. Понятно? Это инверсия. Вторая битовая операция – это битовая И. Битовая И. Ну, логично, битовая И будет. Соответственно, что у нас будет? Я специально не i, b, а x, y буду использовать, потому что это числа. x, соответственно, один ampersand y. x – одна вертикальная черта y. Это битовые операции. Если x и y окажутся логическими буллами, то плевать, это будут битовые или двойные, они все равно будут фактически логическими. Потому что там все равно либо нолик, либо единичка хранится в одном бите, а все остальные биты – нолики. Ни на что больше не повлияет. Есть то, что я не могу сказать, как инверсия по отношению булл сработает. Может, он вообще воспротивится. Битовая И, битовая И. А что еще есть из интересного? А, ну что произойдет в этом случае? Ну давайте 1, 1, 0, 1 и 0, 1, 1, 0. Ну или давайте какой-нибудь вот так. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Что в этом случае произойдет? У нас битовое И, оно по битовое перемножение фактически осуществит. То есть там, где 0 умножается на 1, получится 0. Там, где 1 умножается на 1, будет 1. Битовое И называют также наложение маски. Можно себе представить, что я второе число использую как маску, сквозь которую смотрю на первое число. То есть я беру, и единички для меня, это как бы некий вот способ взглянуть и срезать у первого числа только те биты, где второе число равно единичкам. В сетевых технологиях вы наверняка сталкивались с айпишником и маской. Если вы писали ЕГЭ по информатике, то вы там помните задание по поиску под сети, айпишника под сети, по известному айпишнику и маске под сети. И базовая операция, как компьютер это делает, он делает именно наложением маски. То есть у нас есть какой-то там, ну я сейчас какой-то байт возьму, один, я не буду много. И какую-то маску, простую и конкретную. Например, первые сколько-то единичек, а потом идут ноли. Это простейшая маска, она не обязана быть такой. Но сетевые маски, они выглядят именно так. 255, 255, 255.0. То есть первые три байта единички, потом 8 бит нолик. И мы накладываем, что это значит, что мы фактически срезаем эти цифры, оставляем только те цифры, которые там где в маске единички, то есть там записываются ровно то, что было в числе. А здесь, соответственно, у меня все зануляется. То есть если числа под последний конец срезаны в число. Но маска не обязана быть вот такой. Она может произвольные биты взять и выделить. Понятно, для чего используется битовая единица? Вытащить конкретные биты из числа. А? Зачем так делается? В случае низкоуровневого программирования, когда микроконтроллеры, например, обрабатываются какие-то сигналы с датчиков и так далее, это очень важно. Так, у нас скоро погонят, а нам еще одно будет дальше. Давайте я чуть-чуть расскажу. Еще. Битовая или. Это выстановка бит. Срабатывает она следующим образом. 1, 1, 0, 0. Я хочу выставить вот эти два бита. Вот эти два бита хочу заединичить, поднять. И то, что один из них уже был поднят, это не важно, не страшно. Потому что в этом случае у меня его просто уже не надо поднимать. А тот, который был ноликом, он будет поднят. Понятно? Но это соответствует строгому логическому и только выполненному по битовому. Самая забавная среди битовых операций – это ксор. Битовый ксор. Х, ксор, у. Вот такой галочкой записывается. Это же я всегда. Ксор – это фактически кодирование. Закодировать х числом у. Она симметричная. Но она может использоваться именно как кодирование. Вообще она – доказанное абсолютное кодирование при неизвестном одноразовом ключе, равном длине кодируемого сообщения. Так вот, как при помощи вот этого вот ксора осуществить обмен двух переменных значениями без реального использования тренинга? Вот у нас просто два регистра. Допустим. Ну и все. Смотрите. Следующим образом. Я говорю. Х равен х ксор у. Что я делаю? Я кодирую х у как ключом. Дальше я говорю. Я говорю так. А раскодирование происходит наложением того же самого ключа. А теперь я говорю. А теперь давайте раскодируем. А в х лежит закодированный у плюсом ли х. Операция симметричная. Раскодирую х старым значением у. И результат положил у. Что получится, если я раскодирую х закодированный у старым значением у? Получится х. Таким образом, у меня старое значение х ушло в у. А в х лежит х закодированный у. Или у закодированный х. О, я говорю. Раз там у закодированный х. Давайте его х, который теперь хранится в у, раскодируем. Х равно х ксор у. Смотрите, как забавно. То есть последний х это что? Х вот в этом случае хранит в себе сейчас закодированный х у. Ну или у ксом. Не столь принципиально. Здесь я вытаскиваю из этого х старый х до кодирования. А потом, поскольку в игрике уже лежит старый х, то декодируя я вытаскиваю в х старый у. А выглядит вот таким вот образом. Так. То есть смешно. Как поменять два перемена значения? Перечислимый тип пропустим или нет? Пользователь структуры надо рассказать. И автоматическое выведение типа. Ой, ребятки. Ладно, как можно? Последнее говорю уже. Автоматическое выведение типа. Очень удобная штука. Вот вы хотите взять, у вас есть функция, которая что-то возвращает. Которая что-то возвращает. А давайте я все-таки где-то сохраню как. Поехали. Значит, что я хочу сделать. Я хочу сейчас показать вам, как можно классно и здорово создавать переменные, не зная их тип. Ауто. Вот такая есть инструкция, которая позволяет создать переменную, не зная и не задумывая слишком глубоко, что возвращает функция. Ну вот какая-то функция. Get x. Не важно, куда она его берет сейчас. И у меня, соответственно, должна быть функция, которая возвращает, допустим, double. Double get x. Функция, она, ну сегодня у вас был контест, вы писали, создавали функцию. В синтаксе создание функции какой? Возвращаемое значение, имя функции и дальше перечисляемые параметры с типами. Тип, параметр, тип, параметр. В данном случае параметров нет, поэтому я просто пропускаю. Тело функции описываю. Что у меня здесь будет? А, не важно. Return. Что-нибудь фиксированное. 5.0. Вернуть 5.0. Все. И у меня x автоматически будет числом с плавающей точкой. Понятно? То есть вот эта вот инструкция позволяет создать переменную нужного типа в зависимости от того, какое арифметическое выражение будет вот тут вот. Ну, я сейчас увижу, что на экране... Э, э. А, он жалуется. Знаете, за что он жалуется? И у вас будет дома жаловаться. Он жалуется, что он не знает, что такое авто. А почему? А потому что у меня не стоит флажок, чтобы он использовал современные языки. Стандарт. Стандарт. Открываем настройки компилятора. Залезаем. А, да, опшн. Смотрим, что там стоит в C99. То есть он пользуется стандартным C99 года. Так, давайте уберем его. Зайдем в компайлер флэкс. И тут есть вот прям стандартный. СТД C++ 11. Ну, хотя бы его. 14-го тут у меня не стоит. У меня старая СМИНКВ здесь. Ну, тем не менее. Уже это вот уже раз будет. О! Молчком и работает. Отсюда вывод. Пользуемся последним стандартным языком, который только позволяет компилятору. Не пишите программы под старыми стандартными языками. Это не нужно. Ну, разве что вы работаете в фирме, в которой это обязательно. Старайтесь компилировать и пользоваться последним компилятором. В нем обычно и меньше ошибок, и больше возможностей конфликтов. Интересно, что он пятерку выводит без запятой. Ну, как? Ну, 5.2. Ну, просто стандартный вывод типа. Стандартный вывод типа дабл. Он коротко его записывает в ненаучном формате. Опять же, я сейчас не буду рассказывать о том, как там управлять вводным выводом. Значит, про авто я рассказал. Давайте я расскажу про пользовательские структуры. Это обзорно. Напрямую. Сейчас, подождите. А где же у меня? У нас получится опять такая ситуация, что массивы вы не успеете узнать до контеста. Ребят, что ж мне делать с вами? Давайте мы сделаем наоборот. Я как раз сейчас вам расскажу про массивы минимум. Вот минимум. Как их создавать? А структуры и эти вот пользовательские типы я потом расскажу. квалификатор const для переменных. Тоже это очень легко и коротко сказать. У любой переменной можно написать перед ней слово const. То есть, например, написать const int x равно 5. А давайте я прямо сейчас это использую. Вот смотрите. Я беру и создаю int, main, и я вот здесь хочу создать сейчас массив. Конечно, есть древние способы указать его максимальный размер. Но я использую и так. Я вынесу переменную с квалификатором const вне функции. const int n равно, а давайте не древние, а max size. n max. n max. Равно, ну например, мне известно, что чисел будет не больше тысячи. В этом случае я могу создать массив A с количеством, соответственно, n max. Это я выделил памяти максимально возможное число. Все-таки, поскольку в следующий раз адресная арифметика... Ох, ребятки. Вот то, что у вас поставили лекцию, получается, фактически после занятий, после лабораторной, очень сильно портит нам жизнь. Потому что там придется вплоть то, что сдвигать вам. Какой кошмар, а? Как вы будете адресную арифметику в контесте писать, когда я вам ее не рассказал? Крайне печально, крайне печально. Ну, значит, придется вам там, видимо, нам придется модифицировать программу семестра из-за этого немножко сдвинуть. Я очень недоволен этим. Ну, как бы. Ладно. Короче, простейший массив создается вот так. Это массив, соответственно, целых чисел с вот таким размером. Размер фиксирован. Массив отличается от списка тем, что его размер фиксированный, адрес фиксированный, и в нем уже что-то лежит. Страшно. Чтобы там лежало не страшное а нули в начале, можно вот так вот взять и написать равно и в фигурных стопках нолик написать. Там нули будут. Во всех перемешках. Не в одном, а во всех. Если вы запишите там единичку, запятая два, запятая три, то знаете, что там будет? Там будет один, два, три, а дальше нули. Дальше нули. То есть сколько вы напишите, сколько он туда переложит, а дальше нули. Все. Вот так оно будет. Так. Ну а как им пользоваться? Ну, например, в цикле for, пожалуйста. А, в цикле for очень удобно описывать переменную. Можно взять и создать переменную прямо на время цикла for. for int i равно нулю. i меньше, чем nmax. В данном случае давайте я все nmax заполню. i плюс плюс. И что я буду делать туда? Я говорю, а и ты, ну допустим, не знаю что, равно i умноженное на i. Ну, возведения в степени нету, но плюс и квадратные. С нулевого элемента. А? С нулевого. Отрицательного не существует. Более того, я вам расскажу, какие граммы начинаются, если вы туда минусов отменете. И что это реально значит. В следующий раз будет адресная арифметика. И напомните мне, пожалуйста, про пользовательские структуры. чтобы я вам углыл. Ну мне уж работать 이게 придется. Угу. Так же. Ну или нет не забы Cul. Ладно, на этом всё. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ